Сегодня мы предлагаем вам стать участниками интересного эксперимента, в основе которого лежит небольшое воздушно-дорожное путешествие. Герои вам хорошо знакомы. Внедорожник «Хаммер-2» и наш добрый друг «Робинсон-Р-44». Главное условие теста — не нарушать правила воздушного и наземного движения. Старт от нашей вертолетной базы в Крючково, пункт следования — подмосковный город Клин. «Хаммер» проедет до Ленинградского шоссе по кольцевой объездной дороге и далее по Ленинградской трассе через Солнечногорск, а вертолет полетит по прямой до Клина. А сейчас мы на практике почувствуем разницу между вертолетом и машиной. Продолжение следует... Через 25 минут с момента запуска двигателя мы были уже над Клином. Сделав почетный круг по границе города, летим домой в Крючково. Спустя только полтора часа на площадку въехал запыхавшийся начальник внедорожников. Итак, подведем итоги. Вертолет преодолел весь маршрут за 50 минут, плюс еще 7 минут на подготовку к взлету. Автомобилю со всей его мощью и серьезным видом потребовалось 2,5 часа. Средняя скорость вертолета составила 200 км в час. «Хаммер» тоже не стоял на месте, но попробуйте проехать на подмосковном шоссе хотя бы с максимально разрешенной скоростью. Восьмицилиндровый двигатель этого монстра в среднем расходует 25 литров на 100 км. Оппозитный движок вертолета «Робинсон» тоже не вегетарианец. За час полета расход составляет в среднем 50 литров бензина. Но не забывайте, что за час мы можем пролететь примерно 200 км. Итого не более тех же 25 литров на 100 км. Вывод нашего эксперимента простой и наглядный. У машины класса «Хаммер» конечно есть свои преимущества, но путешествие на вертолете может омрачить только нелетная погода. Остальные факты и эмоции исключительно положительные.